Это новости на канале ЭНСК 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Рецепт не гарантия выдачи. Почему многодетным семьям трудно получить льготные лекарства? СОБР на трудовой. Следственные действия в подразделении мэрии. Одну шоколадку за один мешок мусора. Новосибирцы вышли на общегородской субботник. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. В Новосибирске продолжается общественное обсуждение о приоритетных направлениях развития города на ближайшие пять лет, обозначенных мэром Анатолием Локтем. Напомним, таких направлений семь. На очередной встрече речь пошла о спорте и здоровом образе жизни. Подробнее об этом в нашем сюжете. Обсуждение очередного направления развития Новосибирска прошло под девизом «Спорт и здоровый образ жизни». Данная сфера не случайно оказалась в списке приоритетных тем, обозначенных мэром Анатолием Локтем в начале апреля. Участники отмечают, что особое внимание нужно уделить массовому, а не узкопрофессиональному понятию спорта. У нас нет задачи сделать из всех наших ребятишек, молодежи, спортсменов. То есть самое главное – дать возможность именно заниматься физической культурой и спортом. Раз на уровне, пусть это не будет спортподготовка, но будь то доп. образование в сфере физической культуры, будь то секция в школе, в детском саду. Анатолий Локоть подчеркнул, что в последнее время в городе появляется все больше хорошо оснащенных мест для занятий спортом, начиная от больших комплексов, заканчивая дворовыми площадками. Кроме того, в 2023 году Новосибирск примет молодежный чемпионат мира на новой ледовой арене. Но, по словам мэра, самое пристальное внимание будет направлено именно на массовый спорт. Мало того, чтобы построить стены, спортзалы и площадки новые спортивные, надо, чтобы там била жизнь, чтобы там создавались, чтобы там работали профессионалы, чтобы туда приходили ребятишки, и чтобы там жизнь била ключом, спортивная жизнь. Участники встречи заострили внимание на развитии дворового спорта, на работу с детьми-сиротами, по приобщению их к здоровому образу жизни и многое другое. Рассказывая о таком направлении, как скандинавская ходьба, не забыли о важности физической культуры для пожилых новосибирцев. Мы только что обсудили проблему социального развития, мы поставили задачу увеличить продолжительность жизни, среднюю продолжительность жизни в нашем городе, а значит, это задача для того, чтобы активный образ жизни и для наших людей пожилого возраста, я не говорю пенсионеров, а в целом пожилого возраста, для всех обеспечить. Вот об этом я тоже предлагаю подумать. Задача данных общегородских площадок – разработать конкретные предложения и алгоритм действий в каждой значимой сфере на ближайшие пять лет. Напомним, что таких направлений развития Анатолий Локоть выделил семь. Помимо спорта и здорового образа жизни, это социальная сфера, культура и история, знания наукопромышленность, транспортная доступность, комфортный город, экономика и инвестиционный климат. Обсуждения продолжаются. Практические советы, что делать в такой ситуации, расскажем далее. Каждый ребенок в Новосибирской области до возраста трех лет может рассчитывать на бесплатное получение лекарств. Для многодетных семей этот возраст больше – до шести лет. Так гласит закон, принятый в нашем регионе. Однако на практике многие родители даже не подозревают о таких льготах. Причина, прежде всего, в плохой информированности и нежелании медработников рассказывать про эти льготы, уверен юрист Андрей Андреев. Мы не требуем. Мы плохо знаем свои права. И либо мы их не знаем, либо мы стесняемся попросить у врача, потребовать, вернее, у врача свои законные интересы. Что делать и кто виноват в сложившейся ситуации? Ответ на этот вопрос многодетные семьи попытались получить в региональном Минздраве. Им пояснили, что каждому человеку надо активнее отстаивать свои права, все прописано в законе, и его исполнение надо требовать от персонала поликлиник. В каждой поликлинике есть список бесплатных лекарств. Этот список утвержден приказом. К сожалению, в этом списке лекарства прописаны не как мы привыкли к простонародним обращениям, а именно профессиональным языком. И для обывателя это, скажем так, клинопись. Человек не понимает, что есть требования. Алгоритм действий для того, чтобы получить положенные по закону бесплатные лекарства для ребенка, многодетным родителям чиновники объяснили буквально пошагово. Рецепт с печатью. В этом рецепте указывается название лекарства. После этого, как вам выписали рецепт, вы можете прославить в аптеку. Аптека находится при поликлинике. Если вы пришли к врачу, и вам не дали рецепт, врач выписывает все-таки вам какую-то бумажку, вы можете обжаловать его действие. К отечественному за выдачу льготных лекарств. К сожалению, предложение развесить объявления с этой информацией в поликлиниках не встретило особой поддержки. Добиться того, чтобы эти преференции не оставались на бумаге, задача самих льготников. Так что, как говорят классики, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. На дворе 21 век – век прорывных технологий и передовых идей. Новосибирск строит грандиозные планы на ближайшую пятилетку, в том числе относительно городского благоустройства. Но пока идут разговоры о комфортной и доступной среде, в городе остаются места, где не просто некомфортно, а еще и потенциально опасно передвигаться. Одно из таких мест примыкает к нашей главной улице – Красному проспекту. О нем расскажет Александр Могилин. Лестница в травматологию – так называют данный объект жители микрорайона Гагаринский. И вовсе не потому, что ведет он в медицинское учреждение. Просто риск получить здесь серьезную травму весьма высок даже сейчас, когда на улице подсохло. А если переломанные, перекошенные, а в некоторых местах почти стертые ступеньки покрываются льдом, то спуск становится практически невозможным, рассказывают горожане. Причем у каждого из запрошенных нами своя грустная история. Женщина-соседка сломала руку вот здесь, ну скользкая. Пожилым людям ходить очень тяжело. Я думаю, которые мамаши с детьми идут, им тоже не сладко. Моя подруга шла по этой лестнице, упала, расшиблась. Перед ней шел мужчина, тоже упал. Сама лично, буквально это было на днях, подвернула ногу. Ну, слава богу, не сильно, как бы поднимаясь по данной лестнице с метро. Ну, собственно, больно немножко было. Видела, как люди здесь падали неоднократно. А ведь эта лестница расположена фактически на Красном проспекте и соединяет остановку общественного транспорта, станцию метро «Гагаринская» с железнодорожной станцией. Кроме того, это кратчайший путь детей в детский сад и школу, а взрослых на работу. Жители массива рассказывают, что неоднократно звонили и писали в администрацию Центрального округа. Но даже не смогли выяснить, кто отвечает за содержание данной лестницы. Эта проблема, ей начало, по-моему, не видно, и конца, по-моему, тоже. Одно время здесь перед выборами депутат отремонтировал эту лестницу, стало ходить более-менее ничего. Сейчас опять все началось с начала. Красный проспект у нас сейчас ремонтируют. А вот это вот вторая очередь, вот второй как бы ярус Красного проспекта, почему его никто не ремонтирует? Здесь вообще никогда не было ремонта. Вот обратите внимание, вот этот весь отрезок до улицы Кропоткина. Как говорится, вопрос на засыпку ответственным лицам, если таковые, у данного участка вообще есть. И они должны быть, особенно если вспомнить многочисленные городские обсуждения и форумы о создании комфортной, доступной и безбарьерной среды в Новосибирске. Но на данном примере мы убеждаемся, что говорить о такой среде и создавать ее в реальности для нашего города понятия разные. УАЗ «Патриот» вроде бы не гоночный болид, но догнать пешехода на дороге может вполне. Именно так произошло на улице авиастроителей в Новосибирске, где в зоне остановки общественного транспорта автомобиль насмерть сбил женщину. Александр Булдаков продолжит. Воскресное утро в Новосибирске выдалось солнечным и безветренным. Однако в Дзержинском районе города Весенняя торжество природы омрачило дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1984 года рождения, двигаясь на автомобиле УАЗ «Патриот» по улице авиастроителей со стороны улицы 25 лет Октября в сторону улицы Театральная. Напротив дома номер 2 по улице авиастроителей совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть, по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода. А вот на последней фразе надо остановиться отдельно. Женщина, скорее всего, торопилась на трамвай, который стоял на остановке поликлиника посреди проезжей части. Остановочная платформа рельсового электротранспорта практически, как и все остальные в Новосибирске, никак не отгорожена от автомобильного потока. Нет у нас традиции в зоне таких остановок и пешеходные переходы оборудовать. Однако водитель должен пропустить людей, идущих к трамваю или от него. Но на многополосных и загруженных дорогах сделать это непросто. И данный факт похож на серьезную проблему для пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина, 1937 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. По данному факту проводится проверка. Что выявит эта проверка, пока не ясно. Но вот заняться обеспечением безопасности пассажиров новосибирских трамваев кто-то должен. Тем более, что этот вид транспорта в городе собираются развивать. В здании по адресу Трудовая 1 с самого утра понедельника, 22 апреля, сотрудники полиции проводили какие-то следственные действия. На четвертом этаже, где располагается управление капитального строительства мэрии Новосибирска, дежурили бойцы СОБРа. Вот что удалось выяснить по этому делу. Действительно, в Новосибирске утром 22 апреля на четвертом этаже в доме номер 1 по улице Трудовой работали полицейские. И если бойцы СОБРа были заметны, то сотрудники Управления экономической безопасности противодействия коррупции, будучи в гражданской одежде, внимания к себе не привлекали. Как стало известно, следственные действия проводились в управлении капитального строительства мэрии Сибирской столицы. Очевидцы рассказывали, что прошла выемка документов из офиса учреждения. По сообщению из мэрии Новосибирска, распространенном в подконтрольных СМИ, явствует, что данные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников Сибека. Напомним, что бывший министр открытого правительства России, экс-зампредправления РАО ЕС России, в свое время член Совета директоров Новосибирской Энерго Михаил Абызов, задержан сотрудниками ФСБ еще в конце марта. Бывшему бенефициару Сибирской энергетической компании, то есть Сибека, предъявили обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. И это уже не первые и, судя по всему, не последние обыски. В этом же году следователи посещали клинику Мишалкина, муниципальные ритуальные услуги и горводоканал. В этих организациях прошли аналогичные мероприятия, но были задержания и даже аресты. О подобных действиях в муниципальном казенном учреждении города Новосибирска Управление капитального строительства, которым руководит Константин Головин, пока неизвестно. Общегородской субботник прошел в Новосибирске 20 апреля. Среди тех, кто вышел с метлами в сквер лучистый, рядом с площадью Калинина были и депутаты горсовета. Как это было, почему такие мероприятия сплачивают жителей ближайших домов, и как за мусор можно получить сладкие подарки, знает Василий Акимов. Сквер лучистый рядом с площадью Калинина – одно из тех мест нашего города, куда горожане приходят, чтобы немного отдохнуть от ритма большого города, посидеть на скамейках и поиграть с детьми. Без преувеличения чистота в таком месте – залог хорошего настроения. А субботник – отличный повод не только навести порядок, но и поближе познакомиться со своими соседями, наладить добрые отношения, считает депутат горсовета Иван Конобеев. Если посмотреть на субботник, не как на мероприятие только по уборке, только связанное с уборкой, а еще и какое-то мероприятие, сплачивающее жителей дворов, пользователей скверов и так далее, то можно говорить о том, что один раз в год, ну два раза в год, обычно весной и осенью субботники проводятся, люди готовы выходить, новосибирцы довольно активно откликаются. В уборке участвовали даже дети. Каждый из школьников получил заслуженное вознаграждение – шоколадки, приобретенные депутатами. Один мешок – одно сладкое угощение. Этой практике уже несколько лет. Только что вернулись с танкового сквера, с танкового жилмассива. Там у нас 50 мешков ребятишки, ну фактически ребятишки собрали. И лучший собиральщик набрал 17, что ли, шоколадок. Сами ребята говорят, что сладкое вознаграждение для них не главное. Просто шли мимо и решили помочь. Еще даже не определились, расскажут ли родителям о своем участии в субботнике. Придете, будете к вас? Вряд ли. Я вряд ли буду. Я да. Пока не увидят, не буду ничего говорить. Это лишь одно из мест нашего города, где прошла генеральная уборка силами местных жителей при поддержке и активном участии депутатов горсовета и представителей муниципалитета. В село-мегаполисе было организовано 33 места для уборки. Хотя весенняя уборка столицы Сибири стартовала задолго до этого дня. И продолжается до сих пор. Об итогах мэру доложат 17 мая. К этой дате все дворы и улицы Новосибирска должны очиститься от пыли, грязи и мелкого мусора. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsq49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Далее в нашем эфире прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.